Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок по программе PowerPoint. Мы с вами уже поставили фон для своего слайда, сделали надпись, поставили картинки, сделали анимацию для надписей и для картины, сделали переход для самого слайда. Нам пыталось поставить сюда аудиофайл. Дело в том, что в презентацию PowerPoint вставляются файлы только в формате WAV. Как это сделать? Я подобрала мелодию, и мы идем в онлайн-конверт. Ссылочку на него я дам под видео. Итак, нам нужен формат WAV. Вы его находите в этом списке. Нажимаем «Начать», «Обзор». Мы вставляем сюда наш файл. Нажимаем кнопочку «Преобразовать файл». И вот он начал загружаться. Мы его должны сохранить. И сейчас он сохранится у нас. Мы его поставим в нашу презентацию. Итак, наш файл сохранился. Мы его сейчас находим в папочке для загрузок. Мы его копируем и вставляем в нашу папочку. И вот он у нас стоит. Итак, мы идем в нашу презентацию. Заходим вот сюда, где написано «Нет звука». То есть это переходы. Вкладка «Переходы». Нет звука. Другой звук. И вот он наш файл. И вот он начинает играть. Итак, мы сделали все. Поставили фон, поставили картинки, поставили анимацию, поставили аудиофайл. Так как у меня это демонстрационная презентация, у меня все расположено на одном слайде. У вас это будет множество слайдов. Презентацию можно вставлять не только музыкальные файлы. Это может быть и запись вашего какого-то рассказа. То есть вы делаете презентацию и сами ее комментируете. Все собрали, все сделали. И теперь нам нужно сохранить нашу презентацию. Я предлагаю вам делать это дважды. Первый способ. Сохранить как. И это будет просто презентация PowerPoint. Давайте напишем первый раз. Или первый класс. Итак, название мы дали. Это будет презентация, просто презентация PowerPoint. Давайте ее сохраним на рабочий стол. Почему в таком формате? Вы сделали, но иногда бывает так. Сделали, отложили. И вам надо что-то поменять. Вот в этом случае вы заходите в эту презентацию и меняете. Меняете слайды. Меняете какие-то картинки. Меняете фон. Сохранили. Вот она у нас сохраняется. И второй способ. Когда вы создали свою презентацию, вы уверены, что она у вас доведена до ума, тогда вы можете ее сохранить для демонстрации. То есть демонстрация PowerPoint. В этом случае вы никакие изменения в свою презентацию внести уже не сможете. Вот такие мои рекомендации. Всего вам доброго. С вами была Александра Боболева. В следующем уроке мы с вами поговорим о графических элементах программы PowerPoint.